Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву вашего имени. С 1 марта в нашем центре КАЦСОР Ревотовский появилась новая активность в активном долголетии психология. Занятия будут проводиться групповые, от 5 до 10 человек максимум. Оно будет проводиться у нас на данный момент пока 2 раза в месяц. Длительность занятия будет составлять от 30 до 45 минут. В рамках реабилитационного процесса у нас, естественно, существует отделение психолого-педагогической помощи. Поскольку у нас много детей с особенностями здоровья, психолог – это одно из самых важных таких востребованных направлений. У нас в центре работает замечательный психолог, несмотря на то, что она молодая по возрасту, но у нее прекрасный опыт работы с разными категориями. Интересный тест называется «Интеллектуальная лоббийность». Этот тест направлен на выявление скорости переключения между заданиями и умение удерживать инструкцию. Мы оцениваем определенные показатели интеллектуальной деятельности, стрессоустойчивости, эмоциональной устойчивости группы. То есть для того, чтобы составить программу работы с группой, нам нужно, может быть, странно звучит, но оценить группу. Квадрат 18. Если в слове синоним, шестая буква гласная, поставьте в прямоугольнике цифру 1. Психологическая помощь важна в любом возрасте, особенно людям старшего поколения, они менее стрессоустойчивы, и ряд окружающих факторов может оказать на них негативное влияние. В связи с тем, что у нас была эпидемиологическая обстановка в стране, очень многие бабушки наши и дедушки замкнулись в себе, стали больше сидеть дома, бояться куда-то выходить. И вот это занятие придумано для того, чтобы они больше раскрепостились, перестали бояться. Помимо групповых занятий мы будем оказывать и индивидуальные консультации, но надо понимать, что мы не являемся клиническими психологами, да, мы не психотерапевты. Поэтому это всё будет в рамках психологического консультирования. Бывают жизненные конфликты в семье, непонимание внуков, непонимание детей. Надеюсь, что мы поможем в этом разобраться. Когда дети были маленькие, это был один уровень. Сейчас мы уже выросли, дети выросли тоже, но подрастают внуки, и поэтому нужно немножко быть в теме, что называется. Занятие понравилось, тест был несколько неожиданным, почувствовал себя школьницей. Мы к последним, так сказать, вопросам несколько утомились, но притягивает то, что в следующее занятие мы узнаем свои результаты, на что мы способны. Следующее занятие по психологии мы планируем провести 31 марта, также в 11 часов 30 минут. Группа будет у нас рассчитана на 10 человек. Записаться на это занятие можно по телефону 8-495-528-1775 или на сайте услуги МОСРЕК.